Продолжение следует... Долгий путь этого почти бесконечного двухтысячелетнего изгнания — это 48 пророков и 7 пророчиц. Если мы откроем текст Свитка Эстер, Мегелат Эстер, и его прочтем в подсрочном переводе, нас смутит одежда текста. Ни слова о Боге. История придворного царства персидского царя Хашвироша. Артаксеркс, персидская история. Дикий пир. Все лишь на 180 дней. Не хватило, добавили еще 7 дней. Конкурс красоты, фавориты, заговор. Я извиняюсь перед Мегелат Эстер, но я хочу просто подчеркнуть связь с внутренним содержанием и внешней формой. Раскрытый заговор, выдвижение нового фаворита, интриги, казнь царицы за дерзость, новая царица. Мегелат Эстер, она очень большая. Но это не все, что здесь написано. Потому что это часть письменной Торы. Танах. Танах. Это аббревиатура трех слов. Тора, пророки и писания. Это называется письменная Тора. После Синайского сорокадневного семинара. Где мы не получили Тору. Пожалуйста, не подайте со стульев. Мы на горе Синай получили устную Тору. А затем, когда Моисей спустился с устной Торы в душе, был записан конспект сорокадневного семинара. И это и называется письменная Тора. Как в кратком конспекте, там находится все, что было сказано в сорокадневном семинаре. Шифром, формой букв, порядком и разными другими ключами. Еще более тысячи лет Бог открывался евреям. В пророческом откровении пророков было в еврейском народе, как сегодня в Иерусалиме, ходили тысячами. Как Алим Хадашим. Записаны были только те сорок восемь пророчеств, которые были актуальны для будущей истории человечества. Таким образом, полное содержание, которое получили пророки, не было записано. Это было в устной Торе. Так же, как и Моисей не записал в устную Тору сначала, а только краткий конспект. Так и последующие пророки. И в частности, Мордыхай и Эстер, кому было откровение, которое мы сейчас приступаем изучать, называемое Мегелат Эстер, Свиток Эстер, Эсфири. Они получили полную информацию. Это было устной Торой. А затем был записан краткий конспект. И поэтому нас не должно смущать странная одежда, содержание подстрочного перевода этого свитка. Это лишь краткий конспект. И если кто-то хочет изучать Тонах, обязательно с устной Торой. И здесь нас великий русский язык подводит. Слово «комментарий», оно воспринимается... Сколько комментаторов, сколько комментариев? Это не так. Еврейские комментарии, они не создают ничего нового. Они создают разные формы объяснения, что сказал Бог тому или другому пророку, или Моисею на горе Синаи, в зависимости от того, какую тему мы изучаем из письменной Торы. И я хочу, чтобы мы помимо изучения этого свитка попробовали вкус учебы и увидели связь между устной Торой и письменной. То есть текст, это не главное, это только краткий конспект. А главное, это комментарий, получается, по нашему объяснению. Студент, который восстанавливает по конспекту лекцию, он ничего не создает новым, просто восстанавливает, что ему сказал лектор на лекции. В Вавилонском Талмуде, когда устная Тора была все-таки записана из-за опасности, чтобы ее не забыли и не потерялась из-за всех страданий, которые пережил еврейский народ после рушения первого храма греческой оккупации и римского, значит, разрушения второго храма при римской оккупации. Вавилонский Талмуд, трактат Мигела, который и содержит устную Тору, описывающую все, что Бог сказал Моисею и Эстер. Из-за того, что Эстер была царицей, а Мардыхай был вторым человеком в империи, они не смогли сами записать это. Это записали мужи Великого Собрания. Но они записали то, что Бог им открыл в Откровении. И это более 30 страниц двойных листов Вавилонского Талмуда. А то, что мы читаем в Пятикнижье, в Танахе, в Письменной Торе, это краткий конспект. Название пророчества, оно всегда говорит о его сути. Если вы посмотрите на это название. Мигела-эстер – это свиток-эстер. Слово Мигела – это свиток. Но слово свиток состоит из букв, которые встречаются еще в слове Мегеле, раскрывает. А Алиф – она немая буква, на языке Торы можно менять буквы немые Алиф и Эй. И когда спрашивает Талмуд, где Мигела, где Эстер, царица Эстера, упомянута в Пятикнижье. И там приводится стих, когда Бог говорит «Гастера стирпанай». Я скрою свое лицо, мое управление мира будет скрытым. И там слово «астер» – это сокрытие. Таким образом мы можем расшифровать название этого уникального пророчества, что это Мигеле-эстер – раскрывает сокрытое. Мы привыкли рассматривать историю как калейдоскоп событий, дат, имен. Тора не отрицает такого подхода, это просто действительность. Но еврейское миропонимание заглядывает глубже. И оно видит события, личности, даты, как одежды, как декорацию духовных законов, которые приводят в действие историю. Это необычный взгляд. Духовные законы невидимы непосредственно. Но вы знаете, многие процессы в мире непостижимы непосредственно, и мы все-таки с этим живем. Кто-нибудь из вас видел закон электричества? Не его проявление, это флоресент или... Я говорю, сам закон. Какого он цвета? Какой он формы? Мы видим проявление этого закона. И сейчас я выпущу этот ломастер, эту ручку. Она упадет. Она не может мне сказать, Рюкшимон, не буду падать. Пять минут перекур. Разве мы видим закон всемирного протяжения в этом процессе? Нет. Мы видим его проявление. Так и наша книга, которую мы сейчас приступаем изучать. Она поможет нам заглянуть в проявление духовных законов, которые проявляются действительно в одеждах и в декорациях событий. Дат, имен и мест. А кто причина? Есть много объяснений. Есть даже целая наука, история, философия истории. Есть разные гипотезы, что бытие определяет сознание. И что классы, так сказать, меняют лицо земли. Прогресс меняет лицо земли. И другие концепции. У нас есть своя концепция. Во всем виноваты евреи. Или причина всему евреи. Но мы забежали слишком вперед. Вернемся к началу нашей книги. Она открывается описанием. И мы пойдем теперь уже по тексту. Сразу же с комментариями устной Торы. То, что я буду говорить без сносок, Это устная Тора. Когда я что-то добавлю от себя, я это оговорю. Просто, чтобы не усложнять восприятие слушателей. Открывается Мигелат Эстер словами, Ваиби Мея Хашвирош. И было в дни Ахашвироша. И было в дни Ахашвироша. Это шифр. Ваяи. Ваяи. Видите, когда ребенок уже настолько наплакался, Когда уже нету слез, И тогда идет... Все пророчества, которые открываются таким словом, И было в дни Ахашвироша. Они описывают трагичные страницы нашей истории. Это начинается в Аиби Мейшфотошафтим. Так начинается Мигела Трут. И было в дни Суждения Судей. Так начинается и наша Мигела. И было во дни Ахашвироша. Повествование идет о тяжелейших днях еврейского народа. Когда была угроза тотального уничтожения народа. Ни больше, ни меньше. И было в дни Ахашвироша. Гу Ахашвирош. Он Ахашвирош. А мы что думали, что он не Ахашвироша? После того, как этот текст говорит, Что и было в дни Ахашвироша, Зачем нужно добавлять он Ахашвироша? Он был в начале злодеем, И до конца остался злодеем. Гамолех ми годы ваткуш. Шева ваесриму ми амедина. Царствующий. Над ста, от Индии до Африки. Над семью и двадцатью и ста странами. Обратите внимание, Что нету титула царь около имени Ахашвироша. А затем в тексте вы увидите, Что этот титул его не оставляет. Гамелеха Ахашвирош. Гамелеха Ахашвирош. Гамелеха Ахашвирош. Здесь не написано царь Ахашвирош. Написано лишь, что он Царствующий от Индии до Африки. И странно написано Над семью и двадцатью и ста странами. Напиши сто двадцать семь стран. Над ста двадцати сьему странами. И по стопу, поскольку мы уже с вами выяснили, Что это шифр, Что это конспект. И мы вправе расшифровывать этот текст. Ничего здесь нет случайного. Ни порядок слов. Ни лишнее слово. Ни отсутствие титула царь. И ни слова царствующий. А не царь над ста двадцати странами. И ни порядок чисел. И так далее. Ахашвирош был простолюдином. Он начинал свою карьеру конюхом у навухаднецера. Правильно на русском языке сказать навухадносор. Но мне это уже очень тяжело. Позвольте говорить уже на иврите. На ухаднецер. И он начал воякой. Безродным. И поэтому не написано, что он царь. Он достиг власти над всем миром. Он стремился быть царем. И сначала он захватил семь стран. По одному комментарию, Которые были сильные, как двадцать. Затем он захватил двадцать, Которые были сильные, как сто. По другому комментарию, Сначала он захватил семь стран. Усвоило их ресурсы. И природные, и человеческие. И это позволило ему захватить двадцать стран. Взял себе, прибрал к своим рукам потенциал двадцати стран и захватил стоп. И установил свою власть от Индии до Африки. В те дни, мы продолжаем текст. Когда, вот здесь появляется титул царь. Царь Акашверош. Как будто сидит на кресле царском. Кешевет, не ешев. А как будто сидит на царском кресле, Который в Шушана-Бира. Как начинается новая власть? Нужно прошлое отодвинуть. Чтобы не мешало новому имени. Новая страница в истории. Но если прошлое, Так нужно поменять столицу. Поменять даты, гимны и так далее. Ничего нового под солнцем нет. Персия. Захватила в Смидии сначала Вавилон. И столица была Вавилон. Персидские цари переносят столицу. И Акашверош хочет утвердиться, Как новый царь. Правда безродный. И поэтому он переносит столицу. В Сузы. Шушан это Сузы. Как будто сидит на троне. Мы еще рассмотрим чуточку позже. Но запомните это место. Идем дальше по тексту. В третий год его царства. Его царствование. Он устроил пир. Всем министрам. Сановникам. Придворным. Начальникам войска. Персии. Мидии. Знатных. Из всех этих областей. И правителей областей. Показывая им свое богатство. Свой почет. Своего царства. И великолепие. Гигантское великолепие. Такой скромненький пир. Я уже упомянул. 180 дней. Полгода почти. Что это за пир? В Танахе. Есть еще один пир. Упомянутый. Несколько лет до этого пира. Пир наследника Навуходнецера. В Вавилоне. Вельша цар. И здесь есть интересное слово. Он хотел показать. Вет. Екар Тиферет Гдулато. Он хотел показать. Большое великолепие. Можно так перевести. И слово Тиферет, оно встречается в Торе в связи с одеждой первосвященника. Величие человека не в одежде. Величие человека в его духовном потенциале. Величие его разума. Его души. Его владения своим характером. Его поведение. Но одежда свидетельствует о внутреннем содержании. Один еврей. Раз в году. Одевал особую одежду. Из восьми частей. И они были одеждой вершины совершенства человека. Которая позволяла ему раз в году войти в святая святых. И соединить весь мир с жизненной силой на следующий год. В емкий порт. Говорит устная Тора. Ахашвирош на этом пиру. Одел одежду первосвященника. И это действительно был необычный пир. Не только потому, что он был 180 дней. А потом не хватило. И добавил еще 7 дней. Есть комментарии, что это были 7 дней. В 180 входящие. Есть которые говорят, что 187 дней они перерывали. Нам нужен сейчас некоторый экскурс исторический. Чтобы понять, что здесь зашифровано. Как евреи оказались в Сузах. Более 50 лет тому назад евреи были в Израиле. У нас был храм, который был построен сыном царя Давида. Было 10 постоянных чудес, которые сопровождали еврейский народ. Ежедневно. Были пророки. И евреи не выдержали испытания. Мало того, что не выдержали преданности Богу. Мало того, что изменили Турию. Они опустились в три страшнейших греха, которые отменяют инстинкт живиими. Они погрязли в убийстве. В кровосмешении это близость. С ближайшими родственницами не просто разврат. И идолопоклонство. В 3319 году по еврейскому календарю от сотворения человека Вавилонский царь только что воцарившийся Вавилоне захватывает Израиль. Для того, чтобы нам было легче я с вашего позволения запишу даты и на еврейском календаре и в григорианском исчислении. Чтобы перевести эти даты запомните одно число. 3760 равно нулевому году григорианского календаря. И тогда все станет очень просто. или я сразу вам дам григорианские даты, чтобы было бы легче. Окей, я дам вам только начало, а потом пойдем. Итак, в 3319 году еврейское исчисление, которое равно 441 год до новой эры, царь на Ухабнецар пленил царя Иоакима, израильского царя, берет его в плен, в изгнание, лишает его власти, затем возвращает его теперь уже как вассала снова на трон в Израиль и тот правит 3 года. Затем царь Иоаким вторично бунтует против царя на Ухабнецар и бунтует 3 года. Возвращается на Ухабнецар, убивает царя Иоакима, глумится над его телом и его сын Иоаким или по одному из комментариев Иохония. Возьмем второе название для простоты, но есть еще Иоаким, это тоже, значит, тот же сын царя Иоакима. И он поставил сына вместо убитого отца и тот продолжает быть вассалом, продержался всего лишь 3 месяца. На Ухабнецар нападает на Израиль и уводит в изгнание царя Иоакима и 10 тысяч мастеров золотых и серебряных дел и других разных профессий. Айдышекоп всегда был Айдышекоп, значит, они были мастерами. Прошло мы находимся в 433 году до Новой Эры. Почти 12 лет. Угнав его Иоакима в изгнание с 10 тысячи мастерами, на Ухабнецар вместо него поместил его брата Циткияу, который царствовал 11 лет. И к концу царствования Циткияу в 423 году пророк Иеремия предсказывает, что за год до разрушения храма, что храм будет захвачен, разрушен. Предсказал, как будет Циткияу убит. И намекает, и предсказывает пытку, когда ему выкололи глаза и, как его, так сказать, убили. И что ему не удастся восстать против на Ухабнецар и сопротивляться. И к 422 году до Новой Эры разрушение храма. Первого храма. царь царь в прошлом до Ахашвироша Больша цара он был тоже непростым импиром. Цари того времени знали, что есть особый народ и что его судьба свидетельствует об особой силе, стоящей за их судьбой. Пассианин показывали выход из Египта, так известно. И все знали о всех чудесах, которые сопровождали выход евреев из Египта. знали о том, как с легким оружием после 210 лет в рабстве, без осадной техники, без слонов из Индии, без военного опыта они победили величайшие народы по пути в Эра-Цесраэль, затем 7 народов, которые соседляли тогда Эра-Цесраэль с неприступными циклопическими толщинами и стенами. Они знали о чудесах, которые сопровождали еврейский народ при их жизни в Израиле. Они знали величие царя Давида, они знали величие царя Соломона. Они знали, что еврейские пророки не ошибаются, а нам бы такое отношение к своим пророкам. Но в этом пророчестве не было сказано, от чего отчитывать 70 лет. Давайте заглянем теперь в то, что произошло. когда в 427 году до Новой Эры был разрушен храм, ему ушли в изгнание, начинается отчет от разрушения храма. Большацар, наследник Навухаднецера, он рассчитал, он расшифровал пророчество Иеремии, что 70 лет, когда возойдется в Вавилон, это будет с года, когда он захватил Израиль. Это было в 441 году до Новой Эры. Отчитал он 70 лет, с трепетом ожидал, когда они кончатся, потому что боялся еврейского Бога. Он знал, что когда пророки говорят о том, что их освободят, значит, те, кто их держит, будут наказаны. Так было и с фараоном, так было и с теми, кто скрестал их на их пути. Но когда прошло 70 лет по его расчету, и мы остались рабами, он сделал вывод, что теперь Иерусалим не конкурент Вавилону. Каждый царь хотел утвердить свою концепцию, свою форму общества, свою форму власти. И наличие особой формы управления, особой формы царства мешало быть едиными. Правда только одна, и когда 70 лет прошло, он устраивает дикий пир. Это пророк Даниэль описывает и говорит, царь Большацар устроил великий пир для тысячи сановников своих, и перед глазами тысячи этой пил вино, а пьеным вином Большацар приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные на Вухаднецаром отцом его из храма, что в Иерусалиме, чтобы пили из них царь и сановники его и жены его и наложницы его. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца дома Божьего, что в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники его и жены его и наложницы царь. царь на Вухаднецар захватил Иерусалим и взял серебряные и золотые сосуды храма и другую утварь, которую нельзя было пользоваться в буднях, только в храме, и пленил, положил в сокровище своих богов, но не пользовался ими. У него был респект к еврейскому богу. А его наследник, я опускаю многие детали судьбы на Вухаднецар и так далее, мы еще, может быть, этого коснемся позже. Я сейчас беру то, что релевантно для нашего пира Ахашвироши, чтобы понять. Он решил устроить пир похороны Иерусалима. Пир торжества Вавилона. И чтобы подчеркнуть характер этого пира, он взял серебряную и золотую посуду храма и поставил для пользования. Вот какой был пир, вот какова была причина этого пира. Они пили вино и славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. В это время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбранной мелом стене царского дворца. И увидел царь кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице и мысли его испугали его, сустав бедер его расслабили, а колени стали стучать друг от друга. Закричал царю весь голос, чтобы привели лекарей, зачетов зачетов и магов и заговорил царь и сказал мудрецам вавилонским, что любой, кто просчет эту надпись и объяснит на ее смысл, одет будет в пурпур и золотое жерелье будет на его шее и будет он властвовать на третью царство. Звание заслуженного пророка вавилонской империи, пожизненную пенсию и так далее. Тогда пришли все царские мудрецы, но они смогли прочесть эту надпись и поведать царю ее смысл. Тогда царь очень переспугался и изменился в лице и сановников растерялись. Царица, услышав речь царя и сановников, пришла в пиршесовный зал, царица это мама, не жена имеется ввиду, заговорила царица и сказала, да живешь ты царь вовеки, пусть не пугают тебя мысли твои и да не мешается не меняешься ты в лице. Есть в царстве тот человек, в котором дух бога написано богов святых они нашего бога назвали богами и во времена отца твоего были открыты в нем свет разум и мудрость подобные мудрости богов и царь на выходные царь твой отец поставил старшим над учеными лекарями с высотчетами и магами это сделал отец свой царь поскольку дух великий знаний и разум и умение толковать сны разгадывать загадки и разрешать запутанное открыто в нем в Даниеле которому царь дал имя Белета Шацар то пусть призовут теперь Даниеля и он объявит смысл ему поменяли имя и все-таки у царя еврейское имя осталось Даниель не меняет своего имени и это здесь подчеркнут тогда приведен был Даниель к царю заговорил царь и сказал Даниелю ты Даниель из изгнанников иудейских который привел царь мой отец из Иуда Иудеи слышал я о тебе что есть в тебе Дух Божий и свет и разум и мудрость великая открыто было к тебе а ныне приведены были ко мне мудрецы и лекари чтобы прочесть эту надпись и поведать в нее смысл но не могут они объяснить суть этого дела а о тебе слышал я что ты можешь разъяснить смысл и разрешить запутанное так вот если ныне ты сможешь прочесть надпись и поведать ее смысл в пурку ты будешь одет и золотое жерель будет на шее твоей и на третью царство будешь властелин тогда отвечал Даниэль и сказал царю дары твои пусть будут у тебя и награды твои отдать другому а надпись я прочту царю и смысл поведу ему ты царь бог всевышний дал царство и величие и честь и славу на выходные царату твоему и перед величием которое он дал ему трепетали все народы племена и языки и боялись они его кого он хотел того казнил кого хотел миловал кого хотел возвышал а кого хотел унижал но когда возгордился он сердцем своим а дух его осмелся совершать нечистовое смерднут он был с престола царства его и почести отняты были у него и был он удален от людей и сердце его было подобно звериному и жил он среди диких ослов и кормил его травой как быков и росой небесной вывалось тело его пока не признал он что бог всевышний властвует над царством царством людским и кого он пожелает того и ставит над ним а ты и сын его бельша цар потом огни сын мамаш не смирил сердце своего хотя знал все это и против властелина небес поднялся ты и сосуды из храма его принесли к тебе и ты с сановниками своими женами своими наложницами своими пили вино из них и восхвалял ты богов серебряных и золотых медных железных деревянных и каменных что не видят не слышат и ничего не знают а богу которого в руке душа твоя и у кого все пути твои ты не славил тогда и послана была им кисть руки написавшая эту надпись и вот надпись которая была начертана значит было написано там мэне мэне текел у фарсин а только это на рамейском я уже перевел на игре автоматически секунду это написано так мэне мэне текел у фарсин алиф на рамейском соответствует гей на еврите мана это порция миньян 10 евреев лимнот это считать сказал Даниэль царю а вот смысл этих слов мэне отчитал господь дни царства твоего и завершил его подсчитаны были твои злодеяния и твои добрые дела текел тав на арамейском соответствует шин на еврите шекел мешкаль весы школь взвесь взвешены были твои добрые дела и злодеяния ты был подвергнут суду тебя судили текел взвешен ты был на весах и оказался облеченным парсин лифрос лехем парус нарезанный хлеб твое царство будет разрезано на части рассещено царство и отдано мадай у парас мидии персии обратите внимание что слога пара парсин есть слово парас а парас это персия тогда приказал бельша царь и одел Даниэля в пурпур и на шею ему надели золотое жерелье и провозгласили что он будет властелином Третьего царства в ту же ночь был убит бельша царь вавилонский царь Дарием Медийским то есть Дарий был царем в Персии но он был медьянином медийцем по происхождению и Дарий Медийский получил царство в возрасте около 62 лет отчитываем по нашей схеме в каком это было году и мы получим что 62 года назад когда родился Дарий Медийский Навухаднецар осквернил храм и вошел в храм и в тот день когда Навухаднецар переступил святыню осквернив ее рождается тот кто накажет его планы и прекратит его планы и вавилон закатывается закат вавилонской империи происходит через царя который родился в день когда Навухаднецар поднимается над Иерусалимом поднимает свою руку на Иерусалимский храм еще не уничтожил его но он захватывает и у Акима царя и начинается изгнание начинается власть Навухаднецара над Израилем и это послужило самому Большацару расчетом 70 лет ошибочно у царя у царя Дария Медийского был Хотен это зять да или тесть 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 царь Кир царь Перси он царствует один год и у них возник спор на следующий год царь Дарий сказал царю Киру возьми пожалуйста скромненький подарок вавилон горячо любимый тесть отказался от скромного подарка что эти великие монархи посходили с ума царь Дарий сказал своему тестью я не хочу идти против пророчества Даниэля там написано у форсин что вавилон должен быть передан в руки Персии неуч сказал Кир посмотри что объяснил Даниэль в своем пророчестве когда объяснил эту надпись на надписи был намек на Персию в слове разрезать на части но сказано было будет разрезано и передано Мидии и Персии а ты представляешь Мидию тогда он сказал поэтому я сейчас и прошу тебя я уже подцарствовал теперь прими этот подарок вот как считались с еврейскими пророками великие мира того царь Кир мы переходим по писанию к пророку Эзра и он описывает в начале первой главе в первый горд царствования Кира царя Персии во исполнении слова Господня из уст Еремии побудил Господь Дух Кира царя Персии и объявил во всем царстве своем и подтвердил также письма на следующее так сказал Кир царь Персии все царства земли дал мне Господь Бог Небесный и повелел он мне построить ему дом в Иерусалиме что в Иудее кто из вас из всего народа его который поднимется в Иерусалим что в Иудее и отстроит дом Господа Бога Израилева того Бога что в Иерусалиме да будет Бог его с ним царь Кир объявляет без Авира без оплаты за высшее образование собрать монатки и ехать в Иерусалим строить храм Комментарий обрешает внимание на следующую деталь За 200 лет до этих событий пророк Ишая Исаия пишет Ру Ивне Ири Вегалути Ишале Это пророчество о Кире что он построит храм и он вернет моих изгнанных а почему же здесь у пророка Эзри царь Кир объявляет своему указе что во исполнении пророчества из уст Еремии а пророк Еремии как мы упомянули говорил о 70 годах изгнания пророк Исаия говорит Ишаяу говорит о том что Кир построит храм но постольку поскольку важнее было именно возвращение нету у храма никакого смысла если евреи не живут в Ирации Сараэль и не выполняют свою миссию управления миром и поэтому здесь подчеркнуто главное во исполнении слов пророка Еремии это сюда включается пророчества Исаия их было несколько миллионов изгнаний сколько человек поехало в Израиль как вы считаете скажите число миллион миллион еще мнение тысячная часть тысячная часть из несколько миллионов значит три тысячи 42 с небольшим тысячечным лет плюс нееврейские жены и с детьми это меньше чем через 60 лет после своей независимости после чудес в храме с пророками что от нас требовать после двух тысяч лет приехали их встретили с теплым братским добродушием и предложили строить вместе храм те кто приняли даже так сказать некоторые заповеди шамроним которых ассирийский царь расселил помните смешивались народы крупнейшую в мире тепловую электростанцию которую построили советы в Прибалтике строили конечно украинцы мальчики из Литвы служили в Армении нельзя же было давать автоматы понимаешь чтобы свою советскую республику охраняли опасно нет ничего нового под солнцем евреи отказались если вам не сказал что цитирую пророка вы подумали что я вам рассказываю историю первой и второй алии они спали в одежде построили хомау мигдаль стену и башню чтобы по тревоге тут же кинуться с постели в бой и половина сторожила половина отдыхала и так они строили храм дальше написано они открыли ульпаны гиура и дали время решить проблему про кеза плачет перед богом тут есть имена всех а затем рассказывает интересная деталь и дали деньги каменотесам мы у пророка кезры находимся в третьей главе седьмой стих и дали деньги каменотесам и мастерам а еду и питье и оливковое масло жителям цедона и цора чтобы привезли морем из ливана в яфа кедровые деревья за разрешение что дал им кир царь перси храм храм был построен из камня царь кир дал указ чтобы изменили архитектуру храма и чтобы каменную кладку чередовали с деревянными элементами кедры из ливана были привезены чтобы на случай если евреи взбунтуется сжечь храм и когда он вышел говорит Медраж после того когда сделал такой жест а евреи его не приняли большинство осталось в сытом привыкшем изгнании привычном изгнании он вдруг увидел что нет ни одного мастера ни по золоту ни по серебру и улицы пусты спросил а что со всей жизнью городом ты же всех отправил обратно они поехали так сказать в в Израиль он передумал и говорили те кто переехали реку Ифрат перешли перешли а кто нет пусть остаются он праведный царь процарствовал всего лишь три года погибает и его сменяет наш лепший друг Ахашвирош и мы попадаем в Мегелат Истер Ахашвирош решил что он не ошибется Бельшатсар ошибся и рассчитал 70 лет от захвата Новохаднецаром Иудеи Израиля и царя Иоакима Бельшатсар решил отчитывать когда он захватил полностью уже и царя Иханья и увел их в плен и это был год когда Ахашвирош рассчитал что это 70-й год и теперь чтобы перешеголять своего коллегу Он не ультворился тем что он взял серебряные и золотые сосуды храма и поставил его на стол пира Он еще оделся в одежду первосвященника Вот что означает одно слово тиферет которое встречается в тексте в начале Это дикий пир был на третий год царствования который устроил царь своим подданным Обратите внимание он устроил это дальним подданным тем великим стран которые он захватил А затем написано по истечении этих дней то есть 180 дней устроил царь для всего народа что был в крепости Шершан в столице Сузах от мала до велика семидневный пир на садовом дворе царского дворца Он делает еще один пир для приближенных Почему не сделал один пир для всех Устная Тора говорит что Лехаим сближает Легема глоток сближает людей Но оказывается Тора заглядывает глубже в психологии человеческих отношений Выпивка приближает дальних и удаляет ближних Решил Ахашвирош сначала устроить пир для дальних потому что тяжело их приближать и он устроил им этот дикий пир чтобы утвердиться как царь царю по родословной не нужно утверждаться им нужно устраивать показуху что он царь но он то был безродным был гениальным вояк очевидно так сказать и дипломатом не заурядным он добился своего положения потом и кровью может быть даже в буквальном смысле слова захватить 7 стран потом 20 потом 100 стран это не шутки но он не был царем а затем он решил устроить пир и ближним чтобы они не оказались обиженными как это ты всех дальних гостей признал пригласил на пир а мы там он говорит что он был умным царем и поэтому дальних которых тяжело приближать он приблизил а ближних всегда под рукой их всегда можно обложить второй комментарий говорит был глупым царем потому что он вызвал зависть и это двинул от себя ближних и когда те взбунтуются против него они смогут его защитить надо начинать с ближних чтобы у тебя был бы то тыл прочный доверенный и Талмуд не говорит а какое мнение верное оба мнения верное оба мнения верное человек когда он управляет даже миром по своему человечеству мишки он сложная ситуация потому что он не может быть правым и у него есть свои расчеты и он попадает в ситуацию когда нельзя решать однозначно и нужно всегда находить какой-то компромисс и мы обратим внимание что так оно и сказано он был человеком неустойчивым и поэтому видно что он зависит от обстоятельств и в одной ситуации сейчас потом это на следующем уроке посмотрим он убивает свою жену по доносу ближнего а потом казнит ближнего по доносу жены то же самое только немножечко наоборот итак Ахашвирош утверждает новую форму правления отец перестройки каждому народу его язык никакого насилия штрафных бокалов в честь царя не надо было пить и пригласил все захваченные народы и хочет приблизить сердце народа к себе есть другая форма Луи 15 поставил пушку в воротах Версая и сказал вот мой язык с народом и орудие подчинения есть такая форма Ахашвирош идет по другому пути но ему мешает Иерусалим ему мешает царь Давид и царь Салавад Иерусалим выдвигает еще одну форму Ахашвирош захватывает все ресурсы всех 127 стран а теперь я с вами что хотите пожалуйста я буду решать что вам нужно и вы будете зависимы от меня еврейский царь тоже ответственный за весь народ но но принуждение власть навсегда принуждение оно идет от нравственных принципов еврейский царь управляет силой истинной нравственности принципов Ахашвирош утвердился силой сила против нравственности это продолжающее до сегодняшнего дня противостояние двух концепций двух мировоззрений мы с вами познакомились что это часть письменной торы и часть устной торы мы начали с вами учить Мегиват Эстер купить не с под милли р о pic Продолжение следует...